здравствуйте друзья и снова рынок и снова краснодар сегодня среда 25 мая 2022 года я начинаю свой обзор на рынке начну со своего товара как по традиции ну вот кое-что продали но очень мало сегодня заказов не было что сказать вот вчера выставила сегодня должны в интернете быть видео с моей теплицы там я подробно подробно рассказывая о каждом сорте показываю поэтому сегодня не буду уже останавливаться на своих гортензиях покажу полистар мой вот он смотрите фертильные начинают распускаться цветочки фертильные и такой нежный нежный аромат появился у нее вот это трехлетний куст это карликовый сорт полистар вот что сказать вот это его самая высота высота больше выше он не бывает то есть для бордюров потом значит для контейнеров это просто идеально идеально второе цветение я не видела не замечала только вот одно цветение у него и все это гибрид метельчатая с древовидной поэтому вот она такая маленькая низенькая красивенькая поле усы по 100 рублей мои посты это уличные все смысле как посты хвост и комнатные не бывают ну вот такие вот высокие по 100 рублей полюс значит сколько гена ты по 200 продаешь что-то слишком дешево морозник 500 рублей значит дихондра заканчивается последние у меня и вот вынесла еще смотрите это поле у слава розы но вот три расцветки каждом но они еще маленькие конечно горшочки но только-только ну на весь сезон вот все концу сезона будут огромные плети висеть вот этих полюсов они значит вот форма листа одинаковая но здесь три сорта вот такая вот яркая потом вот такой вот темненький и вот желтый сейчас просто еще желтого мало то есть вот цвета желтого мало на самом деле он будет желтый зеленой каюмочкой и папоротники сейчас покажу по 300 рублей папоротник вот он желтый жесткий жесткий папоротник подходила ко мне одна покупательница она занимается уличными папоротниками на и все таки мы пришли к ней заключению что вполне возможно он будет расти на улице вот эти ваи все длиннее 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 становятся и вот там они вообще в длинные будут здесь этого продавца обращайте внимание у нее коллекционные сорта посты значит у нее много сортов в разговоре с ней я поняла что она еще занимается уличными папоротниками у нее по моему 15 сортов уличных папоротников вот уличных вообще сложно найти папоротники ну вот у нее такое есть но на рынке она уже не выносит все продала что были излишки на продала поэтому поэтому обращайте внимание это не дешево хочу сказать хосты не дешевые вот огромные это из гигантов вот у нее много гигантов этих сортов есть вот среднерослые вот такие это среднерослые сорта и есть совсем вот карлики даже вот мне казалось бы да вот этот желтый да но незрачный такой а на самом деле она говорит очень красивая красная ножка желтый лист то есть летом он прям очень оригинальный красивый что-то я вот раньше не обращала внимание на вот этот цветок это ампельное растение под названием диасция размножается черенками неплохо неплохо смотрится в контейнерах вот посмотрите мелкий цветочек но он прям вот весь весь красный шар также вот алисум есть вот который ампельный алисум прям огромными шарами вот это вот диасция тоже также растет тоже также цветет и вот сейчас его цена 200 рублей совсем недорого то есть зимой можно черенковать на черенковать весной уже продавать то есть вот это вот но один из вариантов сегодня много-много метельчатой гортензии древовидная гортензия вот гортензия крупнолистная много но это видимо сезоны но вот здесь вот у иры у иры прям вот и крупнолистная гортензия ну есть здесь название да но это не допиороза я думала что это допиороза это другой сорт такой вот расцветка у него прям вот кремово-лососевая такая вот что-то но это скорее всего это коктейль ну и здесь посмотрите сколько древом метельчатых диаментина вот это древовидные полистар у нее ну вот полистар вот такой вот маленький но это вот скорее всего что двухлетний кусту что я вам показывал у меня уже трехлетка цветет и у меня в теплице правда не отапливаемой но теплицы а здесь вот видно на улице вот он вот такой вот карличек ну хороший карличек грандифлора вот здесь вот но много-много сортов я ну скорее всего по тысяче эти сорта по тысяче и много клематисов у иры вот клематисы прям вот ну скорее всего но может быть 800 рублей я не могу сказать какая цена точно а почем у вас клематисы сейчас ира почем клематисы 600 рублей вот по 600 смотрите прям хорошенькие хорошенькие все зеленые все живые вот махровых сортов я не вижу у нее вот махровые есть innocent blush вот он и вот белый есть махровый но даже если не махровые сорта они очень красивые несколько двухцветные трехцветные хочу сказать за 600 рублей вы нигде не купите ни в одном даже на фирме я вот была на фирме доминика флозерс там на самый самый дешевый там 500 рублей там 600 вот так а здесь вот на рынке пожалуйста приезжайте приобретайте ярко-красный еще хочу сказать вот по поводу гейхера да есть несколько коллекционеров которые приезжают продают свои растения из своих коллекций вот тут вот стоит обращать внимание вот 6 часов утра мы приезжаем да и вот коллекционеры здесь вот только ворота открыли 8 часов утра да они уже прям вот пробежались вот смотрю из-под носа у меня забрали пеларгонию такую вот розой цветущую прямо из-под носа поэтому тут надо успеть тут надо успеть ну вот посты у иры ну вот такие но здесь где я вам все время показываю всякие диковинные деревья здесь пополнение я смотрю здесь клубника была крупная тут вот земляничка меленькая ну как как вы понимаете это ремонтантная она вот до самых самых и зимой и зимой еще и цветет еще и опять плодоносит да и лимон майера кстати у меня лимончики висят уже прям даже не замечала в теплице стоят смотрю они вот уже лимончики да вот тут тоже завязывается вот они маленькие лимошечки это мандарин или что такое это мандарин кумкват кумкват и мандарин кумкват это вот тоже такой длинненький только мандарин кожура со сладкой да у него сладкая кожура и почему такое дерево полторы тысячи она у нас растет или укрывать надо тоже как домой заносить домой то есть летом на улицу на зиму домой но очень даже а у вас вот плодоносил он когда-нибудь да это уже плодоносит это уже вот плодоносящий но в этом году что-то не цветет не собирается уже на набирает бутоны да вот подарок мне бы такой подарок подарили я бы не отказалась честно говоря а подумала у кого вот большой дом которое большое помещение да вот вот это бы было идеально конечно ну на зиму зимой они нормально дома на улицу летом и вот голубика голубика виноград она вот с этими ягодками уже три сорта а вот это это тоже самое детки голубики а почему она детки детки триста семьсот пятьдесят вот большое уже плодоносящий вот смотрите помните я в обе снимала видео и показала вам там полторы две тысячи там три вот такая голубика была поэтому вот эти цены эти цены но она же быстро растет вот детка растет уже на следующий год начинаются первые до первые ягоды начинают и вот много сортов голубики пришло то ранее среднее путь да они же по срокам созревания то есть можно подобраться если три сорта сразу то есть ранее среднее позднее у меня вот тоже у меня четыре сорта дома внуки вот как раз лето да и вроде хочется ягод а вот такие клубника отошла виноград еще не начался да и вот это время там ежевика еще может быть ну кто любит а вот дети вот эту голубику они прямо на такая крупная красивая вот настолько крупная прям это не то что вот в лесу черника да это очень крупная но у нее диаметр цветков может быть не цветков а плодов может быть полтора и два сантиметра вот такая вот рухнющая поэтому если набираешь да почти как виноград как набираешь вот в горсти да и думаешь ну то есть килограммы эти на варенье на что-то там это набираются быстро куст растет быстро и с одного куста урожай прям приличный прям хороший урожай я раньше думала да что там кустик там три ягодки сорвем и все вот сейчас мы прям ждем когда она наконец-то вот в прошлом году мы прошляпили не поухаживали за ней и как-то вот мало было урожая в этом году надеемся что будет много прям вот килограммами с куста да поэтому стоит присмотреться к этой культуре вкусненько а брусника еще не брусника рубин она в контейнеры растет или как она брусник аж кислая да не люблю кислые август сентябрь вот первая брусничка появляется но за что витамин c вот тут вот его полно конечно на зиму можно наморозить этой брусники прям полного и пожалуйста компотик или вот сахаром как вам там удобно теперь вот здесь здесь саша девочка саша торгует у нее коллекция гейхеров гейхеры так что вот вот эта девочка козума пять раз пройдет пять раз поздоровается да и вот посмотрите сорта но есть низкорослые среднерослые высокорослые гейхеры красавцы вот посмотрите вот нет есть есть на чем остановить взгляду то есть я неправильно наверно говорю стоит знаете вот это карликовые да вот если коллекционеры да вот они остановятся смотрю наблюдала долго долго стоят долго рассматривает что им выбрать как им выбрать то есть вот низкорослые светлые сорта они растут на солнце можно их на солнце высаживать все нормально темные сорта вот типа вот такого вот их конечно тень полутень вот так вот вот светлые вот пожалуйста они не горят это то что я знаю у меня нет опыта выращивание гейхеры это вот настоящий коллекционер у которой сотни сортов и то есть стоит присмотреться если придете на рынок ищите сашу да тут у нее еще вот вот такая красивая пеларгония а я что розовеньку прозевала пока ходила уже забрали очень красиво за да светлая может быть стоит взять ну ка-ка покажи сейчас вот тут с бирочкой покажет не очень красиво изгибаются а вот лепестки да это редкий редкий сорт не разбираюсь но вот специалисты они вот разбираются скорее всего это отставили да понятно понятно но это молодила это уличное молодила и опять же снова коллекция снова коллекция так тут вот саша рассказывает дельта баун вот этот сорт редкий сорт и он хранится миллионов растет на ярком ярком солнце и вот он уже летом похоже станет такой ярко-ярко оранжевый вот такой из желтой вот четкой желтой окантовочка и то есть он меняет расцветки еще и вот такое есть ну цены по поводу цены цены вот 200 250 рублей примерно да ну недорого недорого потому что на фирме я сравнил какие цены на фирме там гораздо дороже то есть у нас это все дешево и посмотрите вот специалист в этом вот коллекционер выбирает сорта то что надо даже люблю наблюдать когда вот выбирают сорта коллекционеры вот знаете душа радуется думаю съелки вот только для них наверное этот рынок и существует или коллекционеры для них вернее где неправильно сказала коллекционеры для них вывозят именно то что надо то есть вот шерпотреб конечно берут шерпотреб все что вот просто украсить и все а вот такое вот чтобы коллекционная сорта это вот единицы приходят ну гортензия у виктора и у сережи я прозевала честно говорю прозевала вот все что у них осталось ну такое чуть подороже наверное поэтому покупатели стараются коллекционеры пораньше прийти и приобрести именно те сорта которые они бы хотели вот тут вот все что осталось здесь здесь вот я не знаю вполне возможно что это продвисканция рио я могу ошибаться да да вот правильно рио да правильно вот она это рио это редкое растение хочу сказать что большое вырастает честно говоря у меня было огромное огромное и потом она перезалили зимой плохо ей было в теплице здесь остановилась почему потому что я вот такую бегонию декоративно-лиственную увидела вот она вот про размеру горшочка будет большой горшочек она также будет низкорослая маленькая но она вот за размеры горшочка не выходит вот такая ну я себе приобрела такое но поскольку я коллекционирую бегонию декоративно-лиственные ну вот такая вот 250 рублей здесь шалфей варигатный шалфей как-то я пробежала мимо и не заметила вот смотрите оказывается привозят сбежавшую невесту вот она пожалуйста гортензия сбежавшая невеста где-то детка не знаю почему почему она у вас 500 600 рублей вот это деточка так что ищи нету это последнее так что не рассчитывайте может быть сегодня еще кто-то кому-то повезет на сбежавшую невесту дома уже нет у нее и вот еще хотела обратить внимание это же метельчатая до варигатная гортензия сейчас я покрупнее сделаю там плохо видно как она все равно закрыта шикоку флэш 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 ага вот шикоку флэш варигатная беленькая так и заход вообще не выросла говорят первый год ее нельзя удобрять я поняла только тогда когда при посадке подкармливают подкармливают при посадке и раз в две недели а я что-то не подкармливаю да вот теперь кто-то у меня спрашивал барбарисы говорили обратите внимание я говорил вот вася елкин барбарисы всегда привозила сейчас никто не привозит вот пожалуйста привозят есть барбарисы и причем шикарные шикарные хустики 800 рублей и снова это коллекция коллекционные сорта посмотрите лепесточки я сейчас вот внимательно внимательно рассмотрим видите какие листики есть листики с каемочкой вот со светлой каемочкой такой ну тут шикарная коллекция тут вот ничего не скажешь посмотрите какая красота сейчас я издалека покажу все это кусты хорошие но барбарисы снова вот опять низкорослые среднерослые и высокорослые и вот по сортам они делятся вот там вот в конце скорее всего что это вот повыше сорта и вот здесь вот самые-самые низенькие еще форма листа и варигатные и желтые и светло-зеленые и каемочкой каемочка сверху снизу в общем по всякому по всякому вот такая красота 800 рублей обращайте внимание значит метельчатые снова коллекционеры и барбарисы горы коллекционеры и здесь еще вечно зеленые туи да туи низкорослые там но в общем в этом я плаваю но тем не менее люблю смотреть люблю наблюдать люблю смотреть какие все-таки бывают и с кончиками желтенькими видите вот такая красота здесь здесь я даже не знаю название не могу сказать потому что у хозяйки есть фотографии но нет названий сложно сказать хозяйка занята и вот смотрите если по фотографии судить вот такая красотень кустарники да вот это вот что-то вьющиеся варигатная но на фотографиях все очень красиво я не могу сказать вот то в общем не буду не буду гадать это все кустарники как я поняла и здесь гортензии метельчатые приходите за метельчатыми гортензиями вот сейчас прям самое самое время взять вот пока они зацветут тут уже коллекционеры все продадут поэтому вот пока приобретайте тоже интересная гортензия вот сегодня много всего много всего много кустарников пожалуйста вот саркофога неправильно назвала ну смотрите тень полутень вот такой кустарник он же вечно зеленый да вечно зеленый да он еще цветет цветет и цветочки пахнут как ландыши вот такое вот а это от него детки нет это его детки а почем детки 200 рублей вот от него детки еще пахучий кустарник такой вот ландышами пахнет здесь у него все время что-то это германа у него все время что-то диковинное вот это диплодыния а это диплодыния картинка такая оригинальная так еще вот такое что-то есть тоже саркофога вот они вот у него такие цветочки и пахнут как ландыши здесь вечно зеленые вот они всегда на одном месте стоят и всегда у них ассортимент такой вот у хвост и вот эти вечно зеленые растения не могу даже назвать потому что могу ошибиться знаю что твою я знаю а остальное нет и здесь мы уже когда я проходил здесь было много хост хост и прям вот тоже это коллекционер у нее и пеларгонии были которые я говорила опоздала прям бледно-розовая розочка друзья я вот дальше не пойду потому что там все то что уже каждый раз я показываю а сегодня на сегодня уже все уже я показала то что не каждый раз показываю то что новиночки но остальное уже вы уже знаете наверное изучили весь ассортимент на рынке спасибо вам огромное за внимание и пожалуй до воскресенья